Как сообщает нам ведущий экономист современного Башкортостана Рустам Шаяхметов, средняя ставка по потребительским кредитам в 20 крупнейших банках Российской Федерации перешагнула отметку в 20% и уверенно движется дальше. О процентах по микрозаймам даже думать, наверное, страшно, и это, безусловно, результат мудрого руководства страной, а вовсе не происки солдат НАТО. Кроме этого, жители Башкортостана на этой неделе могли насладиться сразу двумя подъемами стоимости на автомобильное топливо на заправках Башнефти. Возможно, в скором времени станет доброй традицией то, что автолюбители и вообще пользователи автомобильного транспорта даже не будут помнить, по какой цене они в прошлый раз заправлялись на заправках и каждый раз будут заправляться по новой цене. Думаю, что и правительству Российской Федерации стоило бы несколько модифицировать законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы коммунальщики страны могли радовать рядовых жителей нашей державы повышением цен с ЖКХ хотя бы один раз в месяц. Просить деньги на благое и полезное дело легко и не стыдно. Поэтому я в бесчисленный раз напоминаю вам о необходимости финансово помогать нашему каналу. Сделать вы это можете единственным доступным, к сожалению, на данный момент способом, перечислив деньги на наш расчетный счет, который мы указываем сейчас на экране и всегда указываем в описании к каждому нашему видео. Трагикомическая постановка пиар-службы Хабирова закончилась, к сожалению, настоящей трагедией. Тот самый мужик с гранатами, которого попытались распиарить службы Хабирова и которого так мастерски, буквально одним добрым взглядом утихомирил глава региона, покончил с собой в Уфимском СИЗО. Мы не будем обсуждать детали и подробности самого самоубийства, хотя бы потому, что мы их не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, но поговорим о том, мог ли случиться иной финал в жизни Ильдара Булатова, если бы ему не пришлось пообщаться с Хабировым на этой злосчастной развязке. Напомню, пообщавшись с беглецом, Хабиров клятвенно пообещал ему, что примет участие в его судьбе, обеспечит ему адвокатов и позаботится о том, чтобы следствие и суд были исключительно беспристрастными и справедливыми. Но не торопитесь утирать слезу умиления, мы уже привыкаем к тому, что все обещания ради Хабирова нужно делить как минимум на 7. Пресса уже откопала и сообщила некоторые детали и подробности службы Ильдара Булатова в зоне специальной военной операции. Он был добровольцем и в этих публикациях упоминается конфликт с командиром взвода Ренатом Кутлумановым и некоторые неудобные вопросы, которые задавал Ильдар Булатов своему командованию в связи с порядком распределения гуманитарной помощи. А кто у нас командир взвода Ренат Кутлуманов? Рядовой боец? Нет. Правильно. Он еще и кандидат в депутаты госсобрания от «Единой России». А кто у нас главный распорядитель гуманитарной помощи? Правильно. Нареченный брат Хабирова, тот самый азат-солдат Барданов. И что оставалось делать Хабирову в этой ситуации? Ну, он как бы вольно или невольно понял, о чем, собственно, идет речь и в чем, собственно, конфликт этого дезертира Ильдара Булатова с военными властями. Что, Хабиров должен был променять однопартийца, кандидата и нареченного брата на какого-то смутного дезертира? Ответ напрашивается сам собой. В справедливости Раде надо отметить, что Раде Фаритович не полностью бросил Ильдара Булатова на произвол военной Фемиды. Хабиров хоть и не исполнил своего обещания по юридическому обеспечению этого бедолаги, но зато теперь пообещал оплатить его похороны. Ну, лишь бы не обманул и в этот раз. В последнее время скандалы в Республике Башкортостан случаются так часто, что, по сути, перекрывают друг друга уже в медийном поле. Не успевает один закончиться, начинается другой. Иногда мне кажется, что действуют две конкурирующие фирмы по производству этих скандалов. И, предположительно, они называются Шторы Пикчерс и Кенсильбаев Консалтинг. Впрочем, в одной древней, но очень мудрой книге сказано, что многие искатели тщатся угадать тайные желания власти и подчас злодействуют по своему усмотрению в надежде на высочайшее благоволение. Как говорится, не убавить, не прибавить. Так или иначе, но разгоревшийся был скандал, затеянный Диларой Гундоровой в миру, старшей сестрой министра финансов Лирой Игдесамовой, внезапно закончился пшиком. Широко анонсированная вторая часть разоблачительного интервью почти не содержала ни фамилий, ни фактов, ни событий, никаких либо документов. А мы наивно ждали, с замиранием сердца, деталей живописания садамии с мелким рогатым скотом в Белом доме и обнародования тайных щитов Хабирова на Каймановых островах. Увы, всего этого не случилось, но мы увидели вторую часть интервью, полную всевозможных размышлений, философских тезисов, предположений и туманных намеков. Вот, собственно, краткий смысл того, что сестра министра финансов сообщила нам в этот раз. Единственным внятным, но достаточно нелепым обвинением было то, что, по мнению Гундоровой и по ее версии, однажды вице-премьер Муратов пытался, но все-таки не смог купить жидкий кислород в Казахстане. Тогда как, по мнению госпожи Гундоровой, достаточно было попросить этот жидкий кислород у Министерства обороны, и можно было его получить почти бесплатно. Также Гундоров сообщает, что сестра строителя Латыпова имеет отношение к некой фирме «Мегастроймонтаж». Ну и что? Мы это и так знали. Госпожа Гундорова откровенничает и о своих покровителях в структурах правоохранения. И тут очень смешно. Главным куратором госпожи Гундоровой в МВД был заместитель министра МВД по республике Башкортостан Москвитин. Ну, уважаемый человек, правда, потом почему-то его посадили на 11 лет за взятки. Ну, отменные связи и отличные кураторы. Гундорова клянется, что уже полтора года не виделась со своей сестрой Лирой. Ну, Лирой Закуановной, той самой министеркой финансов. Ну, тут, как говорится, свежо предание, но верится с трудом. А еще башкир, башкирский народ, разоблачительно-снисходительно называет в своем интервью мирным и ленивым народом. Вот запомните эту формулировку, мы к ней еще вернемся. Гундорова пророчит в своем интервью, ну, собственно, я и говорю, это набор неких абстрактных заявлений. Так вот, она пророчит о том, что вместо Хабирова править башкирией в скорое время пришлют некого варяга из Москвы. Ну, тут, как говорится, гадание на гофейной гуще, хотя было бы забавно понаблюдать. Заместителя министра строительства республики Артема Ковшова Гундорова снисходительно называют душкой и умницей. Правда, не поясняя, почему она такого мнения придерживается. А вот Морзаева Гундорова не взлюбила люто и совсем его не называют душкой, потому что он, во-первых, Хабирову личный друг, но бездельник и верхогляд. Дословно Гундорова говорит, ничего и нигде не сделал, только друзей на теплые места рассадил. Ну, вот такие вот пристрастия у сестры министра финансов. Собственно, опять-таки, все эти пристрастия носят какой-то личный и глубоко эмоциональный характер. Завершила госпожа Гундорова этот дайджест слухов и предположений тезисом о том, что Хабирову так интенсивно лижут жопу, я цитирую дословно, что он уже сам во все это верит. Конец цитаты. Ну, тут я не могу не согласиться, по крайней мере, со смыслом высказываний госпожи Гундоровой, но, блин, мы это узнали уже года три назад. И вообще, я уже упоминал о том, что если чиновник хочет хоть сколько-нибудь эффективно разоблачить действующую власть, на которую он прежде работал, то он должен выполнить три непременных условия. Первое. Отбежать от Российской Федерации на безопасное расстояние. Второе. Опубликовать только факты и документы. И третье. Не участвовать лично в тех злодеяниях, о которых он решил поведать миру. Судя по всему, госпожа Гундорова не вполне вписывается в этот норматив, как, кстати, и два главных разоблачителя от Республики Башкортостан, господин Мурзагулов и господин Галямов. Отмечу и обращаю ваше внимание на то, что оба этих страстных разоблачителя никогда не разоблачали тех губернаторов, с которыми они работали. Ну, как говорится, делайте выводы сами. На прошлом оперативном совещании Радий Хабиров два раза и строго заявил о том, что первое сентября – это теперь великий праздник. Ну, и, как говорится в древней книге, стало так. По крайней мере, стало так для самого Хабирова, который исполнил свое обещание, отвел дочку Азата, солдата Барданова, в первый класс, произнес там речь, и как бы все стало хорошо. Но, правда, как отмечают наблюдатели, почему-то Хабиров не наградил девочку медалью Шеймуратова, а, как говорится, мог бы. При этом торжественные мероприятия прошли далеко не во всех школах. В некоторых школах эти мероприятия почему-то отменили, мотивируя это тем, что существует некая террористическая угроза. Очень даже странно. В некоторых школах есть террористическая угроза, а в некоторых ее вовсе нет. Кроме этого, уже были сообщения о том, что торжественные мероприятия на 1 сентября прошли в каком-то очень странном формате. Например, в некоторых школах на торжественную линейку допускали только два родителя от одного класса. То есть надо было выбрать двух делегатов и допустить их до участия в этой линейке. Остальные родители могли постоять за забором школы. Это тоже как-то объяснялось, возможно, тем, что солдаты НАТО уже стоят буквально у стен этих несчастных школ и, соответственно, есть некая угроза для детей и родителей. Но на самом деле это не точно. Но абсолютно точно то, что всех родителей на 1 сентября порадовали сухим законом запретом на продажу алкоголя, причем здесь 1 сентября, а также грядущим на следующий день перекрытием дорог в городе Уфе. Но это тоже, как говорится, ощутят все на себе. Я, честно говоря, недоумеваю, какому гению пришло в голову синхронизировать 1 сентября и фестиваль «Молочная страна», который проводится у нас, как правило, все-таки в конце августа, а не в начале сентября. Судя по всему, вездесущие солдаты НАТО решили не ограничиваться в Башкортостане только с саботажем строительства школ и прочих социальных объектов. На минувшей неделе неизвестные диверсанты подожгли релейный шкаф РЖД, тем самым вызвали сбои в расписании и в движении пригрыбных электричек. РЖД подтвердило эту диверсию. А также еще более неизвестные диверсанты нанесли надписи, оскорбляющие священную мобилизацию, на столбы по улице Менделеева в Уфе. Фото этих столбов достаточно широко публиковались во многих телеграм-каналах и даже в СМИ в Республике Башкортостан. А еще неведомые злодеи в иностранной камуфляже, судя по всему, но это не точно, убедили уфимского юношу прогуляться в 4 утра около здания военкомата с канистрой бензина и спичками в кармане. Юноша был задержан бдительными правоохранителями и теперь правоохранительные органы выясняют, с какой целью 21-летний уфимец прогуливался у военкомата с набором юного поджигателя. Западная пропаганда устами перебежчиков и предателей меда и кумыса яростно трубит о наличии в Башкортостане некого партизанского подполья. Но мне лично трудно поверить в то, что тот самый мирный и ленивый народ, по версии госпожи Гундоровой, способен хоть на какое-то противостояние ситуации, сложившейся в стране. Лично я не верю и склоняюсь к версии о том, что все эти диверсии и зловредительства все-таки дело рук тех самых мифологических, а возможно и реальных солдат НАТО. В современной Башкирии происходит такое множество событий, которые сложно переварить здоровому или хотя бы нормальному сознанию, что я, пожалуй, учреждаю рубрику «Хроники палаты номер 6». Хотя бы для того, чтобы не возникало путаницы, где обычные новости, а где вот эти «Хроники». В республике Башкортостан на широкий экран выходит полнометражный мультфильм «Северные Амуры». Картина посвящена участию башкирских воинов в войне 1812 года. Те несколько лет, которые заняли производство этого шедевра, официальные СМИ без устали рассказывали нам на все лады о том, что в озвучивании этого мультфильма приняли участие сам Радий Хабиров и представители элиты Башкортостана. Мультфильм рисовали долго, а жизнь, как говорится, меняется быстро. И в финальной версии, ко всеобщему удивлению, мы не находим озвучки от имени господина Мурзагулова, иноагента и признанного таковым, и его спутницы Ульяна Трегубчак. Голос Хабирова, впрочем, оставили. Правда, неизвестно, надолго ли. Как известно, Башкирия – родина самых экзотических инициатив. То Child Free требуем заклеймить, то электросамокаты запретить, а то и вовсе какой-нибудь ННН для всей страны придумаем. В этот раз из недр глубинного башкирского народа поступила инициатива установки прижизненного памятника Владимиру Путину и не где-нибудь, а на Красной площади, и не как-нибудь, а прямо рядом с монументом Минину и Пожарскому, которые, как гласит изменчивая российская история, спасли Москву от нашествия поляк. Автор инициативы, житель республики Башкортостан и тезка Владимира Путина, предлагает установить фигуру Путина в обнимку с Мининым и Пожарским, так как он полагает, что Путин на самом деле спаситель целого ряда стран. И эти страны перечисляются. Россия, Украина, Осетия, Абхазия, Грузия, Армения и Азербайджан. Очевидно, что энтузиаст Владимир из республики Башкортостан забыл включить в этот список Приднестровье, Прибалтику и Финляндию, которую Путин спас настолько сильно, что она теперь спасается в объятиях Североатлантического блока НАТО. Рубрика «Ужасы нашего городка» стала традиционной и будет существовать до того момента, пока эти ужасы будут продолжаться. Сразу 10 автомобилей горожан пострадали в Уфе после рядового усиления ветерка и это вызвало некий религиозный экстаз у населения. Все мы помним, что буквально в минувший понедельник на оперативном совещании Хабиров выговаривал мэра Уфы за небрежное кронирование городских деревьев, а мы еще и иронизировали над этим. Ради Фаридович, впрочем, еще не понял, что юный провинциал Мавлиев искренне не понимает всех нюансов существования больших городов и всякое вот это непонятное кронирование ему даже в голову не приходило. А еще на минувшей неделе стало известно, что движение по улице Пугачева, автомобильное движение, откладывается как минимум до 30 сентября. Совершенно предсказуемо, не уложились в сроки. Ну, не иначе опять солдаты НАТО чего-то там нахимичили с канализационными трубами. Ну или, как обычно, наши строители просто не умеют укладываться в те сроки, которые им заданы государственными контрактами. А вот жители дома номер 7 по проспекту Октября в Уфе отчаялись достучаться до мозга мэра города и постучались в офис Хабирова. У жителей этого дома почему-то изъяли из общественного имущества дома чердак. И теперь на этом чердаке расплодились огромные крысы. Креативные уфимцы изловили несколько этих крыс и принесли их в Белый дом. С назиданием главе Республики Башкортостан переловить всех крыс в уфимской мэрии. А что же вы спросите Мавлиев? Мэр Уфы Мавлиев, как обычно, юморит и креативит. На этой неделе он, например, сообщил, что в его головной мозг пришла светлая мысль о пожертвовании своего костного мозга онкобольным. В целом мысль пожертвовать костный мозг, конечно, верная и богоугодная. Хотя бы потому, что жертвовать головной мозг уфимского мэра кому-либо – затея не только малоосуществимая, но и безответственная по отношению к реципиентам. Нам довольно часто пишут из городов и районов Башкортостана. И вот сегодня хотелось бы рассказать об одной тревожной ситуации, которая сложилась в городе Мелиузе. К нам обратилась главный бухгалтер ООО ЖУ-1 города Мелиуза Лена Ягофарова. Отмечу отдельно, отрадно то, что госпожа Ягофарова не просила анонимности и более того даже настаивала на том, чтобы мы упомянули ее и ее организацию. Так вот, ООО ЖУ-1, в котором трудится главным бухгалтером Лена Ягофарова, обслуживает в Мелиузе 38 многоквартирных домов. Поверьте, для небольшого Мелиуза это довольно большое количество. И сейчас сложилась ситуация, такая очень похожая на самом деле, то ли на рейдерский захват, то ли на какую-то коммунальную диверсию. Организация ЖУ-1, в котором трудится госпожа Ягофарова, не получила на данный момент продление договора с головной организацией жилищно-коммунального хозяйства города. При этом ЖУ-1 вынуждена вести подготовку к зиме за свой счет, платить зарплату и прочие расходы нести. А вот головная городская структура ЖКХ города Мелиуза как-то странно избегает заключения этого договора, а соответственно и оплаты услуг. В заложниках в этой ситуации оказываются не только сотрудники ООО ЖУ-1, но и все жители 38 многоквартирных домов. Лена Ягофарова в своем письме предполагает, что к ситуации к этой причастен некий Митцуков Валерий Анатольевич и ряд юридических лиц, а именно управляющая компания ООО ЖРУ-2 и ООО МЖУ-1. Мы, в свою очередь, не готовы утверждать однозначно, что упомянутый господин и юридические лица как-то злонамеренно участвуют в этой ситуации, но со своей стороны обращаемся к Алану Морзаеву и Ирине Головановой с просьбой обратить внимание на тревожную ситуацию, которая сложилась в Мелиузе в сфере ЖКХ и предотвратить возможный коллапс ЖКХ-сферы в этом городе. Заранее спасибо Алану Викторовичу и Ирине Александровне. Не забудьте, наконец, подписаться на наш YouTube-канал, если уж вы смотрите его регулярно, а также подпишитесь на наш телеграм-канал «Открытая политика» и «Яндекс.Дзен», который тоже называется «Открытая политика». Ставьте лайки, комментируйте, репостите наши видео, все это помогает нам развиваться, набирать новых зрителей, расширяться и радовать вас от раза к разу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok